друзья если у вас есть картофель и яйца то приготовьте омлет с картошкой меня ему научила свекровь у меня испанская свекровь вот она меня научила как готовить быстро и легко такой омлет получается очень вкусно готовится все просто понадобится 3 картофелины и 4 яйца я взяла 4 картофелины потому что они у меня мелковатые яйца у меня крупные также нам понадобится лук лук это по желанию можно готовить без лука если кто-то не любит из данного количества продуктов получится такой небольшой средний омлет если вы готовите на большую семью то удвоите пропорции картофель сначала очищаем и нарезаем как можно тоньше можно нарезать просто тоненькими пластинками либо как я я нарезаю тоненько вдоль и затем очень очень тонко поперек таким образом картофель прожариться намного быстрее и теперь приступаем к обжарке хорошо нагреваем сковороду обжаривать омлет мы будем сковороде наливаем достаточное количество растительного масла обычно испанцы наливают еще больше но я считаю что и так получится очень жир поэтому я наливаю примерно вот такое количество этого будет вполне достаточно ждем пока масло хорошо разогреется диаметр моей сковороды вот внизу он 20 сантиметров а сюда кверху 22 сантиметра на такое количество продуктов подойдет сковорода примерно 20 22 сантиметра диаметром вот сейчас у меня огонь сильный масло хорошо разогрелось уменьшаем огонь до среднего и выкладываем картофель картофель хорошо перемешиваем я вижу что масло недостаточно добавлю еще немного вообще испанцы добавляют прям вот так вот чтобы картошка плавала в масле но я этого делать не буду потому что получается и так жирновато плотно накрываем крышкой и оставляем до готовности картофеля картофель должен стать таким как бы немного мягким он не должен слишком подрумяниваться поэтому следите перемешивайте регулярно пока картофель у нас обжаривается нарежем лук я возьму только половину лука лук берите по вкусу можно готовить то же самое без лука кстати говоря моя свекровь готовит сразу два таких омлета тортильи на испанском омлет с картошкой называется тортилья она готовит сразу 21 с луком и один без лука потому что в семье не все любят с луком лук тоже нарезаем как можно тоньше и мельче прошло пять минут открываю крышку и перемешиваю картофель я вижу что картофель уже дошел до полу готовности так как я его слишком мелко нарезала он у меня приготовится два раза быстрее чем если бы мы его нарезали покрупнее и теперь сюда добавляю лук еще раз перемешиваю картофель пока не солим огонь у меня вот такой немножечко ниже среднего ориентируйтесь по вашей плите закрываем крышкой и оставляем еще минут на 5 и в это время займемся подготовкой яиц берем вот такую миску мисочку берите побольше чтобы сюда потом вместилась вся картошка и выбиваем сюда 4 яйца яйца солим перчим соль перец по вкусу и просто взбалтываем венчиком можно просто обычной вилкой не взбивать а взболтать это тоже важно прошло еще пять минут открываем картофель еще раз перемешиваем вот я вижу что у меня картофель уже готов он уже очень очень мягкий смотрите если вам покажу посмотрите вот уже картофель легко натыкается на вилочку уже мягкий за счет того что мы его нарезали очень мелко картофель приготовился в два раза быстрее вот это такой секретик который поможет сэкономить время и которым поделилась со мной моя испанская свекровь и теперь перекладываем картофель во взболтанные яйца и все немного перемешиваем все очень очень просто получается такая вкуснятина вы просто обалдеете и что мы делаем дальше дальше берем ту же самую сковороду если у вас какие-то подгорелые места остались при желательно убрать чтобы у нас ничего не прилипло можно добавить еще немного растительного масла можно этого не делать и теперь сюда выливаем нашу массу формируем омлет вот так немножечко все подравниваем никакого молока ничего больше сюда добавлять не надо только картофель и яйца и лук если вы любите все и снова отправляем сковороду на огонь 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 делаем маленьким сверху накрываем крышкой и оставляем обжариваться сначала с одной стороны далее открываем крышку немного вот так вот проверяем хорошо ли схватился наш омлет сверху накрываем сковороду тарелкой и аккуратно переворачиваем смотрите какая красота получилась перекладываем омлет снова сковороду аккуратно делаем это аккуратно накрываем крышкой и обжариваем еще две-три минуты на маленьком огне чтобы омлет у нас хорошо прожарился с другой стороны друзья наш омлет полностью готов с пылу с жару перекладываем его на блюдо посмотрите сейчас я вам отрежу кусочек посмотрим какой у нас получился внутри получается очень очень вкусно я очень часто готовлю такие омлетики конечно в духовке все это намного полезнее но такой омлет готовится именно на сковороде смотрите это вкусное сочетание картошки с яйцами с лучком соль перец замечательно на завтрак на перекус также такой омлет можно остудить нарезать порционными кусочками и он прекрасно подойдет на закуску всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с вами была виктория субтитры сделал DimaTorzok